Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ выпуск вечерних новостей. В студии Гульмира Тимиргалеева. Сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. В начале выпуска коротко о самом важном. Грандиозные планы. Акиму Житысского края презентовали проект развития области до 2045 года. Ситуация под контролем. Руководитель управления здравоохранения Алматинской области поделился цифрами прироста заболевания COVID-19. Цифровые волонтёры. Добровольцы обучают граждан получению электронных госуслуг. Долгосрочные перспективы. Амадыку Баталову презентовали проекты комплексной схемы градостроительного планирования территорий Алматинской области и территорий, расположенных в зоне особого градостроительного регулирования. В программах расписано развитие региона до 2045 года, где затронуты сферы логистики, туризма, промышленности и других жизненно важных сфер. Территория Алматинской области – 233 тысячи квадратных километров. Площадь сопоставима с Великобританией. И для планомерного развития каждого из районов области проработаются логистические узлы. Согласно презентованному проекту, предлагается качественный ремонт автодорог от республиканских трасс до всех районных центров и туристических мест. Планируется и постройка железной дороги, соединяющей Труксиб с Аксулским, Сарканским, Алакольскими районами, что позволит увеличить товарооборот юга и севера региона и даст импульс развитию промышленности, производства и сельского хозяйства. Мы вот это если сделаем с этого Актугана, железную дорогу, тогда для нас проблемы не будет в межсезонье работать на сахарном тростнике. Тогда мы обеспечим вот этими двумя только заводами, мы 70% потребности сахара республики можем, не строя новые заводы. Если мы вот эту железную дорогу, тогда они сейчас, инвесторы без него даже готовы начать, они мне даже предложение сказали, если что, мы можем сами эту дорогу протянуть. И плюс от этого, от Талткургана, Любовь Владимировна, до Аксуи, до Жан Сугурова протянуть газопровод. Мы можем за счет своих денег протянуть туда и сделать, и чтобы раз завод будет работать уже не на мазуте, на газе, какая экономия идет. Особую сложность вызывает южная часть области, так как здесь расположен город Алматы. При реализации проекта зоны особого градостроительного регулирования территории прилегающей к Алматы значительно снизятся пробки, и облик южной столицы будет блистать по-новому. Для этого авторами рекомендовано значительно расширить и благоустроить 6 узких въездов в город. К слову, вокруг мегаполиса порядка 30 сел относятся к области. На базе этой работы можно делать и генеральные планы, и программы писать, и долгосрочные, и краткосрочные, и среднесрочные. И будет взвешенный такой подход к этим программам, потому что там стратегия развития этой области рассмотрена на базе очень серьезного анализа, который позволяет говорить, «Да, это для области». И Амадагабаш поддержал, потому что он знает область очень хорошо и понимает, о чем идет речь сегодня. Почему мы говорим о том, что надо делать здесь обязательно транспортные связи, железнодорожные, автомобильные дороги, почему мы говорим о строительстве инновационного пояса вокруг города Алматы и города Талдыкургана. Реализация предложенных проектов сдвинет с мертвой точки строительства города Гейт-Сити. В руководством области здесь уже проведены все инженерные сети, детально проработан план развития и строительства города. Ответственные лица намерены приступить к строительству объектов уже в декабре этого года. Проект разрабатывали с прошлого года. Изучили детально всю область. Многие программы области уже реализуются в области. К примеру, сейчас прокладывается новый асфальт до озера Балхаш. Вдоль берегов проводятся инженерные сети, освещение, благоустройство. Ремонтируется дорога между Ушаралами и станцией Досток. Возрождение отгона пастбищного овцеводства, мясо-шерстного направления, вовлечение в оборот естественных пастбищ, также в плане развития области. Вынесено этим планом строительство мясоперерабатывающего предприятия компании «Бауман» в Елийском районе. Переговоры с американской компанией «Тайсон Фуд». Все это еще раз доказывает, что и сейчас область динамично развивается и во многом уже есть конкретные шаги по реализации комплексной схемы. Документы руководства к действию отметила Аманда Кбаталов. Ведь пошаговое выполнение проекта позволит вывести на новый уровень социально-экономическое положение края ЖТСУ. К слову, план долгосрочной программы рассчитан до 2045 года. Елиман Раенбек, Раслан Шенгиджей, телеканал ЖТСУ. Ситуация стабильна. О текущей ситуации в Алматинской области стало известно на брифинге с участием руководителя управления здравоохранения у Мирзака Неизбекова. По словам спикера, недельный прирост заболеваний COVID-19 составляет 0,3%. За прошедшие сутки зарегистрировано 16 человек. 8 из них в Талдыкургане. 9 пациентов с выраженными симптомами, 7 бессимптомные. По последней информации, для большего охвата населения в Алматинской области к 8 действующим в скором времени подключатся еще 3 новые ПЦР-лаборатории. Общая мощность лабораторий увеличится до 5,5 тысяч исследований в сутки. На сегодняшний день количество тестов на COVID-19 по области составляет более 214 тысяч. Также на особом контроле и вопрос открытия дополнительных кислородных станций. Сейчас их насчитывается 13 единиц. Также закуплены более 1070 кислородных концентраторов. Сейчас обеспеченность оксигенотерапии составляет более 45% по области. Вместе с тем глава управления выразил озабоченность по поводу несоблюдения населением карантинных мер. Он призвал граждан носить маски и держать социальную дистанцию в общественных местах. В целом глава облздрава заявил о готовности региона ко второй волне пандемии. На сегодняшний день у нас 176 пациентов находятся на лечении. 38 из них в стационаре первого уровня, инфекционном стационаре. И 138 на стационаре второго уровня находятся. На сегодняшний день состояние их под контролем. Из них два пациента у нас находятся на аппарате ИВЛ. Состояние стабильное. По подготовке ко второй волне пандемии, вы все знаете, у нас подготовлено 5280 коек, 534 аппаратов ИВЛ. Путь молодежи. Сегодня в Доме дружбы Талдыкургана подвели итоги деятельности областного штаба Жангаружолы. В этом году, несмотря на пандемию, у молодежной организации проведена большая работа в различных направлениях. Особое внимание было уделено волонтерству и оказанию благотворительной помощи. Молодежь проводила акции, призывая людей соблюдать карантин и санитарные нормы. Интересным и полезным стал ежегодный конкурс стартап-проектов. Эти темы стали ключевыми в ходе онлайн-конференции с регионами. На встрече молодежь не только подвела итоги работы, обсудила прошедшее на днях заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана, но и наметила планы на будущее, учитывая предложения активистов из разных районов области. Основной целью является сплочение молодежи разных этносов вокруг одной единой цели. А наша цель – это благосостояние нашей республики, выполнение всех поручений, так скажем, главы государства и стабильность в нашей стране. На сегодняшний день я хочу отметить, что наша молодежь очень активна. Сегодня молодые люди понимают, что будущее страны в их руках, и поэтому они делают все для того, чтобы в будущем жить в процветающем и успешном государстве. Получение госуслуг облегчилось, но не все умеют ими пользоваться. В рамках проекта «Егоф Жар-Шоссе» 470 волонтеров работают для обучения населения в получении государственных услуг в электронном формате. В общей сложности с мая месяца проведено 2000 адресных разъяснительных мероприятий и роздано 80 тысяч пошаговых инструкций по получению государственных услуг в онлайн-режиме. Особо активных волонтеров наградили призами и благодарственными письмами. Проект «Егоф Жар-Шоссе» реализован для повышения цифровой грамотности населения. Проект наиболее актуален для населения сельских округов, потому что им приходится ехать в районные центры и так далее. В этих целях наши волонтеры работали в уголках самообслуживания. Работа наших волонтеров была актуальна в период карантина, когда повсеместно закрывались цоны, ограничивалась работа государственных органов и так далее. Наш проект поддержали Акимат области, управление молодежной политики и филиал госкорпорации. Сегодня мы наградили 20 лучших волонтеров из разных городов, которые активно принимали участие в волонтерском движении. В Карагандинской области очередное послабление. Главный санитарный врач региона упразднил один санпост и разрешил работу кинотеатров. Открыли въезд в село Центральное Бухаржираусского района, которое находилось на карантине из-за вспышки инфекции. По словам медиков, за последние две недели там не зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Смягчение режима не обошло и станции техобслуживания автомобилей. Их рабочее время продлили до 22.00 часов. Что касается кинозалов, то они могут работать только на определенных условиях. Любители смотреть фильмы на широком экране перед походом в кино должны пройти предварительную регистрацию. Отметим, что инфекционные койки области заполнены на 4,5%. В больницах региона с коронавирусной инфекцией находятся более 160 пациентов. Казахстанский авторынок в ближайшие месяцы ожидает дефицит новых машин. Как сообщает вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса, многие импортеры недооценили рынок и в начале года сократили заказы. Основные продажи сейчас у дилеров брендов, производство которых налажено в нашей стране. Нехватку самых популярных иностранных моделей машин в ближайшие месяцы прогнозирует и в КАЗ «Автопром». По данным отраслевого союза, только в октябре казахстанцы приобрели больше 9 тысяч авто. Выручка дилеров превысила 78 миллиардов тенге. Это на четверть больше, чем годом ранее. Растут и цены. Как сообщалось ранее, средняя стоимость легкового автомобиля за год выросла на 17% и составляет порядка 10,5 миллионов тенге. Вместе с тем, ситуация с дефицитом нового транспорта неминуемо приводит к тому, что растут цены и на машины с пробегом. КАЗ «Автопром». КАЗ «Автопром» КАЗ «Автопром» КАЗ «Автопром» Красной линии вне отмечены проекты детальной планировки, генпланы населенных пунктов и оросительных сетей. Переход в электронный формат потребовал бюджетных вложений на сумму 509 миллионов тенге. Преимущество данной программы – получение 16 госуслуг в режиме онлайн, из которых 10 в сфере земельных отношений, 6 в сфере архитектуры и городостроительства. 20 ноября текущего года планируется запуск пилотного проекта в трех городах областного значения – Талдыкурган, Текили и Капшагай. В будущем году переход на электронный формат состоится в пяти районных центрах – Узунагашка, Скелен, Утсиген-Батыр, Талгар и Исык. Напомним, госуслуги предоставляются через электронную цифровую подпись, движение каждого документа отслеживается в онлайн-режиме. К тому же значительно сократится и срок обслуживания – до 10 дней. Важным фактором является наличие у услугополучателя электронной цифровой подписи. Посредством электронной цифровой подписи он подает заявку на получение той или иной услуги. Уполномоченные органы рассматривают данное заявление, установленное законом сроки. По мере исполнения данного документа услугополучателю на портал приходят уведомления о готовности того или иного документа. Преимуществами данной программы являются сокращение сроков оказания госуслуг, исключение контакта услугополучателя с услугодателем, а также снижение коррупционных рисков. На устах и в памяти имена супружеской четы общественных деятелей и почетных граждан Алматинской области Булата и Гушары Баталовых увековечили в областном центре. Мемориальную доску установили на стенах дома, где в свое время проживала семья. Глава семейства родом из Жамбылской области, его супруга из Кокчетауской. Судьба их свела на ЖТСУской земле, куда молодые специалисты в свое время приехали по работе. Здесь же они и связали себя узами брака. Каждый из них внес огромный вклад в развитие не только Алматинской области, но и страны. Булат долгие годы руководил отделом Талдыкурганского областного комитета партии промышленного производства. При нем велось строительство аэропорта, заводов Алаколь-Кант и Талдыкурганский-Свинцовый, а также предприятие Арман. Окружение Гушары Баталовой называло ее педагогом-новатором. Она руководитель, посвятившая себя воспитанию рабочей молодежи в системе профессионально-технического образования. В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие родные и близкие выдающихся общественных деятелей региона. Стоит отметить, это 28-й по счету и последний мемориал памяти, установленный в этом году. По словам организаторов, в следующем году они продолжат это благое дело. Как человек, который работал с Гушарой Маровной, о ней. Гушара Маровна – это человек с большой буквы, а педагог еще с большей буквы. Поэтому она сколько сил, сколько здоровья отдала именно системе профессионально-технического образования. Она была, во-первых, грамотная, строгая, но всегда она чувствовала все нужды и чаяния любого сотрудника. Пускай будет то техничка, пускай будет то заместитель директора. Она каждому могла найти слово, подойти и в нужный момент сказать те нужные слова, которые человек хотел бы услышать именно в этот момент. Презентация книги и научно-практическая конференция, посвященная одному из величайших классиков казахской литературы советской эпохи, состоялась во Дворце торжеств. Оба мероприятия посвящены 90-летию со дня рождения народного публициста, политика и журналиста Ануара Алимжанова. Цель конференции – популяризация великой личности и сохранение богатого наследия для будущих поколений. Ануар Алимжанов был человеком неисчерпаемых талантов. Он прошел путь от рядового журналиста до секретаря правления Союза писателей Казахстана. Его перу принадлежат такие произведения, как «Стрела Мохамбета», «Возвращение учителя», «Трону рудаки» и многие другие. В свое время он удостоился медали за трудовую доблесть, ордена дружбы народов, являлся лауреатом советских, казахстанских и рядом международных премий. В 80-е и 90-е годы, когда он возглавлял Союз Республик Верховного Совета. И ему так получилось проявиться и Богу, что рощерком Ануара Турлубековича был положен конец Советскому Союзу. Его подпись стоит на этом единственном документе. Я имел счастье с ним дружить и общаться. Он был сапкором литературной газеты, я был сапкором Всесоюзного радио по Казахстану. Ну и дальнейшая такая творческая, тесная жизнь, тесное творчество продолжалось уже через его сына Аскара, который у меня на Жорфаке закончил мой воспитанник. Сегодня имени Ануара Алимжанова названы несколько улиц в Толдукургане, Алматы и Нурсултане, а также школа в Алакольском районе, где и родился великий писатель. На прошедшей конференции обсуждались и другие меры для увековечивания памяти знаменитой личности. Я с огромной благодарностью принимала участие в этой конференции и, прежде всего, конечно, хотела бы поблагодарить Акимат Алматинской области и Акимат Алакольского района за прекрасную организацию всех участников и гостей этой конференции, которые представили интересные выступления о творчестве, о наследии писателя. Автор презентованной книги Хаббас Хабышева – друг и коллега Ануара Алимжанова, известный своими сатирическими произведениями и переводами многих иностранных писателей на казахский язык. Книга «Ануар-90», посвященная его памяти, повествует о жизни и деятельности великого писателя и содержит письма коллег и зарубежных ученых-исследователей, адресованные Ануару Алимжанову. Рустам Аралбаев, Надир Хамзин, Телеканал «ЖИЦУ». Почет и уважение. Заслуженного тренера Казахской СССР чествовали в Толгарском районе. Анатолий Калибердин всю свою жизнь посвятил развитию казахстанского футбола. Он воспитал целую плеяду первоклассных футболистов, которые сегодня отстаивают честь Родины на различных соревнованиях. В этом году Анатолию Калибердину исполнилось 85 лет. В связи с юбилеем ему присвоено звание почетного члена Федерации футбола города Алматы. В поселке Панфилов на базе учебно-тренировочного центра ЦСКА спорткомитета Министерства обороны РК между школьниками состоялся именной матч, посвященный Анатолию Калибердину. По мнению организаторов, такие мероприятия необходимы как для старшего, так и для подрастающего поколения. Они помогают сохранить в истории именно достойных спортсменов, воспитывают уважение, укрепляя роль и значимость тренера для начинающих футболистов. Мы сегодня чествовали одного из организаторов казахстанского футбола, ему 85 лет, Анатолий Гаврилович Калибердин. Он когда-то оказывал нам большую помощь в приобретении формы, в организации мероприятий спортивно-массовых. Заслуженный тренер казахской СССР, достойный человек, оставивший свой след в развитии казахстанского футбола. Схватка титанов. В Талдыкургане завершился второй игровой день чемпионата Казахстана среди женских команд мастеров Национальной лиги. На этот раз волейбольный клуб ЖТСУ принял своих главных соперников первенства Усть-Каменогорский Алтай. На принципиальном матче побывал и наш корреспондент. Невероятное зрелище в заключительном матче игрового дня подарили любителям волейбола две лучшие казахстанские команды – ЖТСУ и Алтай. Игра уже первой партии показала, а давать победу просто так никто не намерен. С самого начала Алтай захватил инициативу в свои руки и на первых порах заработал отрыв сразу в два мяча. Однако команда ЖТСУ не позволила сопернику диктовать условия. Уже к середине сета счет был равным. Противостояние продолжилось до конца партии, закончившись в пользу гостей со счетом 25-27. Вторая партия оказалась аналогичной первой. Разве что в счете практически всю игру вели спортсменки ЖТСУ. Быстро стали догонять алтайца, разыгрывая четкие атаки. На 22-м забитом мяче счет Семереченок остановился. Второй сет вновь у гостей. В третьем сете команда ЖТСУ активизировалась и стремительно стала забивать мячи. Алтай не отступал, но проиграть три раза значит завершить матч. И потому-то до Курганки, можно сказать, пошли в оббанк и забрали сет с перевесом всего в два очка. Навязать свою борьбу в четвертой партии, увы, не удалось. Алтай оказался сильнее. Итоговый счет игры 3-1. Сегодня немножко своих глупых таких ошибок наделали. Если бы без них, я думаю, все бы повернулось в другую сторону. Это начало чемпионата, но нам надо выигрывать, бороться. Мы придем в себя и обязательно будем побеждать. Нам, так скажем, мы еще так не сильно много тренировались, всего два месяца. Но, в принципе, мы были готовы, но нам еще нужно чуть-чуть, в следующий раз мы готовы победить. Одно можно сказать точно. Это был очень зрелищный матч, где оба волейбольных коллектива показали достойную игру на национальном уровне. Теперь противостояние двух команд продолжится только в следующем туре. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин